дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют всем привет с вами как всегда я дезертир и мы на следующей трассе red mountain pass так сказать ну что ж мы на 119 позиции это довольно неплохо нам надо добраться до 150 так что время у нас пока есть три тысячи триста пятьдесят два километра принято так пробуем сменить тачку на какую-нибудь другую давайте знаете давайте усложним себе задачу немножко я понимаю что мне все и так довольно сложно но но должен все время ездить на одних тех же тачках я не хочу ездить на них тем же тачка я хочу ездить на разных . давайте возьмем ломборджини зеленый ломборджини даже троллить копов это довольно хорошо поворачивающая тащичка но довольно нестабильный на раз себя ведет по-моему дороге насколько я знаю вот зато она в поворот довольно неплохо ходит ладно буду надеяться что мы успеем ребята довольно таки далеко от нас надо их обгонять вот аж ты контакт с гонщиком потерян вернись чуть назад ты меня найдешь еще минус один и возможно даже минус 2 все возможно почему бы и нет у меня заканчивается дмитра и вот этот ход меня напрягает честное слово ладно нет определенно за перезапись 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 еще раз перезапись не хватит метров чтобы погнать все к старым попробую кто мешает Наш руль требуется перекрыть дорогу. Регита выстраиваем наглаждение. Кот-6 теряет управление. Кот-6 теряет управление. Что еще делать? Нет. Стоять, стоять. Кот-6 приближается. Всем машинам приготовиться. Гонщик продолжает движение. Продолжает. Кот-6 не потерял управление. Что же делать? Я от него устал. Меняю тактику. Коп. Он толкает меня. Что мне еще с тобой делать, придурок? Ты же мне мешаешь. Да отвянь ты от меня. Я должен выиграть эту гребаную гонку. Ну вот, так-то лучше. А я хотел перезаписывать. А тут раз и прошел с первого раза. Удобно. Ну что ж, 1180 опыта. 500 за превосходно. И повторы. Всего три. Неиспользованных. Собственно, это максимальное количество на этом уровне сложности. О чем я не устаю повторять. 113 место. И, по-моему, сейчас будет довольно веселая трасса. Впрочем, сейчас увидим. Локхилл. Рэд Маунтин Пасс. Средняя скорость 216 километров. С полным повтором 12. Пройдено 1345 километров. Осталось 3329. И это все на недоумке. Джек, приготовься. Тому серьезно занялись копы. Ага, ясно. Двигай копы. По серпантинам они за тобой не угонятся. Ну, в горы так в горы. Ты уверен, что ты хочешь, чтобы я остановился, чувак? Я, например, не хочу. Так. Я помню, что вот это... Да, я помнил, что вот это очень плохой поворот. Этот коп именно в этот момент мне... Решил... Шутить со мной. Так, ладно. Здесь серпантина. Эта машина, как я заметил, довольно неплохо входит в поворот. О чем я уже не раз сказал. Что удивительно. Для меня, по крайней мере. Хотя было написано, то есть, сложность управления данной машиной сложнее. Какой-то, нафиг, довольно-таки хорошо почти в любой поворот. Мне даже не понравилось ламбарджи, не знаете. Так что прикупить себе ее. Пошел ты. Так. Следующий чувак. Так, я помню, здесь очень много будет блокировок дороги. Вот, да. Вот об этом я и говорил. Естественно, я движусь. Что мне еще делать-то? Пошел вон. Пошел вон. Ну, пять, четыре, три, два, один. И мы win. Следующий гонщик. Так, вот нет. Да, успел убрать американского копа. Черт. Врезался. Ну, в целом, еду. Нормально. Кстати, вы видите, теперь снежок здесь появился. Это круто. Снежок, это всегда круто, ребят. Но имейте в виду именно снег. А не то, что многие могли подумать про что я. Так, ладно. В общем, я про снег и все круто. Так. Еще один. Еще один. 109. Пока все отлично. Да, движись, ты тупица. От тебя туда. Отлично. И сами вперед. Продолжаем. Разговор. Да, коп меня сталкивает с дороги. Это все хреново, но... Отвяжись ты, чувак. Ты мне не нравишься. Мне определенно не нравится. Так, здесь будет две... Вот. Да, я помню вот эту хренатень, но... Ура, мне повезло лучше, чем тому чуваку, который не прошел. Обычно он проскакивает. Но здесь я умудрился зацепить обе машины, что дало мне шанс в плане преимущества. О-о-о-о-о! Награждение не помогло. Продолжай спокойно. Еее! Я это сделал! Это было весело. Не ожидал, на самом деле, что будет все так жестко. 109-е место. 50-й должен быть в Чикаго. Получили 1200 за гонку. Получили 500 за превосходно, так как не использовали ни одного из повторов. И 150 за повторы. Ой. Это было весело. Это было интересно. Ну, на самом деле, когда я гонял на другой тачке, у меня были... Было больше проблем, серьезно. Потому что, кстати, Ломборджини, она прям... Улетает вперед. Этап 4 завершен. Пустыня. Первый в рейтинге. Ну, естественно. Так. Начать следующий этап. Это мой любимый этап. Серьезно. Это мой самый любимый этап. Почему? Потому что это зима. Я обожаю зиму. Скалистые горы. Но одновременно с этим, это один из самых сложных этапов. Ну, насколько я считаю. По крайней мере. Потому что у меня вот здесь, как правило, начинались жесткие проблемы. Вот именно вот на, по-моему, третьей трассе. И там прям очень все плохо было. Ну, ладно. Посмотрим. Посмотрим. Здесь, по-моему, будет 4 трассы зимние. Последняя самая офигенная. Серьезно. Ну, увидите, в общем. Она будет в следующей серии, скорее всего. Лямбаддини. Почему-то она у нас желтая стала. Ах, вы ж мать ваш. Идиот. Будь осторожен, Джек. Это дело скользкое. Да, я в курсе. Так. Итак, в чем прелесть зимней трассы? Во-первых, она кардинально отличается от любой другой. Серьезно. Она... Ну, что я буду рассказывать. Во-первых, здесь падает снег. Во-вторых, здесь есть ледяные участки, на которых вы можете легонько вылететь с дороги. Подлегонько я подразумеваю, конечно, к чертям с дороги вылететь. И это мягко говоря. Я не хочу ругаться, поэтому буду говорить просто вылететь к чертям с дороги. Причем здесь это реально просто сделать. Так. Нафиг. Кого-нибудь там, надеюсь, помяло. Но, к сожалению, все еще они преследуют меня. А я преследую... Преследую их. Все. Окейушки. Пошел вон с дороги. Мы здесь стараемся все ехать более-менее медленно, поэтому все круто. У меня 7 километров на то, чтобы догнать еще троих. 7 километров это не так уж и много, но и не так уж и мало. В принципе, я, по идее, за это время должен буду успеть. Здесь нет встречки, здесь только одно одностороннее движение. И это большой плюс. То есть мы не можем врезаться в машину, которая едет на нас. Вот так. Уезжаем фактически на мост. И вот там, вдалеке, уже видим тут наши соперники. Того у меня остается примерно 4 километра. Примерно 4, да. На то, чтобы их обогнать. Пока я до них доеду, будет красок у 4 км. Ну, все круто. Очень круто. Вот, кстати, вот лед вы видели. Вот там вот был только что. Там был только что лед. Пошел вон с дороги. Не умеешь ездить, купил права, пошел вон отсюда. Будем врезаться, потому что мне важнее сберечь свою машину и большую скорость. То есть если я врежусь в ограждение, я сберегу скорость, нежели если я врежусь в машину. Как сейчас, видите, скорость все-таки упала немножко. Какой хороший занос-то прям. Контролируемый дрифт. Говорю, что не получается. Ха, дезертирка, ты нам врал. Да, я вам врал. Иногда получается дрифт. Иногда, не всегда. О, какой-то дебил врезался в машинку. Я не успел это заметить, но. Потому что сам дебил и сам врезался в машинку. Моя дебил. Все, я отстал безбожно от них. И это проигрыш. Вот видите, разуверился я в себе слишком сильно. Был уверен в своем выигрыше, что мне все пофиг, все по плечу, что круто. И вот поэтому я проиграл. Я, кстати, постараюсь тогда вот в эту трассу сделать все. Ну, короче, сейчас я ее пройду, скорее всего. И на этом закончу эту серию, потому что она получится тогда очень длинной. В отличие от остальных, по крайней мере. И я не хочу делать так. Ладно. Сейчас мы попробуем все это пройти нормально. Без какой-то либо суеты. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Просто едем. Хорошо. Благодарствую. Так, у нас показывается, что тут есть заправка. Но машины мы менять не будем. Нам смысл ее менять. Аккуратненько обходим одного. Примерно так же. Аккуратненько пытаемся быть. Да чтоб тебя. Что-то они как-то быстро стали двигаться, ребят. Круто. Ну, вы поняли, да? Никогда не говорите себе, что вы пройдете. Вот, сто пудов не пройдете. Нет, ну, процентов 90 точно, что вы не пройдете. Процентов 10, что у вас это получится с первого раза. Не знаю, почему именно так, но вот как есть, ребят. Как есть. Я стараюсь, пытаюсь, но не всегда получается. Честно говоря. Так. Будь осторожен, Джек. Это дело скользкое. Да-да-да-да-да. Я это уже заметил. Чуть-чуть под закись. Отдаем. Пошел. Так, догоняем этих ребят. Раскрываем давай чуть-чуть под закиси. Ну, скорее. О, как. Я надеялся на то, что оказалось все наоборот хорошо. Опа. Пошли вон, ребятки. Пошли вон. Где-то здесь я уже в прошлый раз их обогнал. Но, видимо, в этот раз не так сильно придет, как в прошлый. Но мы их вот так вот развернули даже. Даже лучше получилось. В прошлый раз. Мы догоняем намного раньше, кстати. Последних троих. Нежели в прошлый раз мы это делали. Так что есть некоторые преимущества. По сравнению с прошлыми разами. Аккуратненько едем, 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 едем. А тут они что-то дико оторвались. Хотя у нас скорость 300 км, но им похрен. Но они просто дико оторвались от нас. 4 км, а то, что бы их обогнать, а 4 км, а то, что бы обогнать, это много. Но на 210 поаккуратненько. Ребятки, конечно, здесь тормозят иногда. Иногда даже очень сильно. Но, в принципе, даст мне некоторое преимущество. Тормаживает, что ли? И куда там уезжаешь от меня? Негодяй. Вот так вошли. В каком-то смысле слегка столкнули. Надеюсь, сейчас у меня получится лучше, чем в прошлый раз. Надеюсь на это, серьезно. Надеюсь, потому что мне еще раз перепоходить ее будет лень. Реально лень. Будем просто стараться ни во что не вписываться до самого окончания трассы. Так, все хорошо, несмотря даже на то, что он меня догоняет. Но мы делаем рывок в метро. Подписываемся в поворот и финал. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Дезертир. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok